Цифровое телевидение охватывает все новые и новые территории. К числу районов, которые уже перешли с аналога на цифру, теперь примкнул и Ровенский. В районном центре возвели 50-метровую башню, с которой и будет передаваться сигнал нового качества. Все подробности у Анастасии Куклевой. На эту 50-метровую вещательную башню жители поселка Ровное вопросительно смотрели несколько месяцев. О цифровом телевидении здесь, конечно, слышали, но не думали, говорят жители, что новые технологии так быстро дойдут и до них. Да видели уже, месяц ставили надо, значит. Смотрели, знали, что это будет у вас? Знали, конечно. Будем смотреть теперь. Принцип работы цифрового телевидения достаточно прост. Сигнал, полученный от телеканалов, усиливается с помощью вот такого передатчика. Дальше он поступает на вещательную башню, и уже оттуда жители могут принимать цифры в своих домах с помощью обычной антенны. Правда, для того, чтобы расшифровать и посмотреть картинку на экранах, необходимо дополнительное оборудование. Тем, у кого телевизор старой модели, для просмотра цифрового вещания понадобится приставка. Обладателям же современной техники никакого специального оборудования не требуется. Теперь жители поселка, а это свыше 4 тысяч человек, получили возможность просмотра первого бесплатного пакета 10 телеканалов, а также вещания трех радиостанций. Ровенский уже стал 23-м районом области, который перешел с аналога на цифру. По сравнению с аналоговым телевидением, здесь не бывает никаких помех, рябия, не бывает прерываний звука. Качество постоянное и качество сравнимо с эфирным. То есть картинка, она есть и всегда качественная. И в отличие от аналогового вещания, здесь вещается не один канал, а сразу пакет. После осмотра передающей станции специалисты отправились к местным жителям. Мы хотим проверить, как у вас будет сейчас работать цифровое телевидение. Мы в курсе, что мы включаем? Да. Хотим проверить? Пожалуйста. Владислав Иннокентьевич первым увидел цифровое телевидение в поселке. Мужчина признается, давно пользуется спутниковым, но говорит, даже с ним качество картинки не сравнится. Качество, конечно, очень плохое было. Усилитель не помогал. Потом мы взяли вот этот триколор. Ну там, соответственно, и сумма месячная очень дорогая. Это качество не хуже, чем триколор. Даже, я бы сказал, лучше. Пока трансляция первого пакета общероссийских общедоступных телеканалов проходит на территории области в тестовом режиме. Новый качественный сигнал на сегодняшний день охватил уже свыше 90% всех потенциальных телезрителей и радиослушателей области. Осенью, обещают специалисты, первый мультиплекс будет вещать во всех районах региона. Мы как бы подошли уже в заключительной фазе. Идут рабочие комиссии. Буквально через неделю мы принимаем еще четыре последних объекта третьего этапа. И остается два объекта четвертого этапа, которые мы тоже в августе сдаем. То есть практически до сентября месяца полностью наша сеть будет построена. Минкомсвязи России планируют прекратить работу аналогового вещания с 1 июля 2018 года. К этому времени, уверяют специалисты, цифровым телевидением будет охвачен весь регион. Для жителей уже будут доступны 20 бесплатных телеканалов.